Ваша фамилия? Ляпишев. Гена. Нестор Петрович. Что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Вторая смена и прощай, родные учителя, на целую неделю. На счету Виктора Проскурина 130 киноработ и десятки спектаклей. Многие из них не стареют. Но! Он не был рецидеем. Он был большим художником. Это разные вещи. Гроза маститых режиссеров и любимец зрителей. Многоженец, победитель рака и даже подозреваемый в убийстве Проскурин был личностью яркой. Прощались с ним летом 2020 года. Вскрылись его личные тайны и разгорелась непримиримая борьба за наследство. Делили как-то. Рвали. Не делили, а рвали. Москва. 4 июля 2020 года. Спасибо всем. Я кланяюсь вам в пояс. Я кланяюсь в пояс тем, кто сюда пришел и кто не пришел. Я люблю тебя, дорогой. Я буду помнить тебя всегда. Ирина Хонда, последняя жена Проскурина, в конец измучена. У нее дрожит голос, дрожат руки. Мне больно. Она добилась, казалось бы, невозможного. В самый разгар пандемии буквально вырвало разрешение похоронить знаменитого актера со всеми почестями. В открытом гробу. В начале апреля 2020-го в Москве были введены новые правила похорон. На прощание запретили приходить старикам. Количество родственников не больше 50. Гроб умершего от ковида открывать нельзя. Ты не можешь увидеть, кого ты забираешь из морга. Не можешь понять, с кем ты прощаешься. Потому что по этим рекомендациям в 1 апреля положено было выдавать тела умерших во двойных черных пакетах. В могиле гроб посыпали хлоркой. И родственники могли стоять только за оцеплением. А сотрудники кладбища были в респираторах и защитной одежде. Для Романа Виктюка изготовили особый гроб огромных размеров, который поразил всех пришедших проститься со знаменитым режиссером. Снаружи деревянный, внутри свинцовый. И он был закрыт, и только стеклянное окошко над лицом, над головой. В таком же дорогом гробу со стеклом хоронили народного артиста Советского Союза Василия Ланового. Отца журнала «Яролаж» Бориса Грачевского. А гроб умершего от коронавируса Владимира Коренева открывать не стали вообще. Лицо артиста увидеть на прощании не смогли даже самые близкие люди. Там вообще тела не отдавали. Ну то, что там в открытом гробу. Как я его вытащила из больницы, это кино снимать надо. Но Ирине дали понять, в последние годы у Проскурина не было по-настоящему крупных работ. Поэтому статусный зал для прощания ему не положен. Сцену дали в итоге в училище имени Щукина, которое 50 лет назад закончил Виктор Проскурин. И это символично, потому что он пришел на сцену из училища. И он ушел со сцены. Последний час, последние секунды своей жизни, смерти на сцене. Последние слова Ирины вызвали слезы у многих. И пожалуйста, я никогда не буду вдовой Проскурина. Я всегда буду женой Проскурина. Запомните это навсегда. Как бы моя жизнь дальше не сложилась. Но за несколько месяцев до смерти Виктор Проскурин с Ириной развелся. В мир иной он ушел холостым, нищим и бесконечно одиноким человеком. Самое несчастье в том, что когда ты вот уходишь, один получается, один никого нет. В фильме «Однажды 20 лет спустя» у героя Проскурина 10 детей. Появление каждого он встречает с огромной радостью. Я жду ребенка. А как трогательно многодетный папаша признается в любви к своей супруге. Я очень тебя люблю. Просто жить без тебя не могу. Да. Я не знаю, как бы я утром просыпался без тебя. В жизни у Проскурина все вышло ровно наоборот. Одна, единственная дочь и пятеро жен. Он ведь такой был, он был горячий. То есть если бы у него было бы возможно жениться каждый день, он бы, наверное, женился бы каждый день. А сам он говорил, что любимых женщин у него было 28. И вполне возможно, что больше. С арифметикой у него всегда было плохо. Наверняка у него были счастливые моменты любви. Я убежден в этом. Иначе бы его так сердце не трепетало, иначе бы этот огонь так не горел. Вся страна ломала голову. Было с Верой Глаголевой или нет? Кто бы устоял перед его героем в фильме «Выйти замуж за капитана»? Я хочу от тебя замуж. Почему? Потому что люблю. Конечно, Виктор был интересный, сексапильный, сильный. Он был матчем во всех отношениях, во жизни, в искусстве. Поэтому нравился женщинам. Москва, 4 июля 2020 года. Четвертая жена Проскурина Ирина Смурова была возмущена, что ей не сообщили о дате и месте прощания. На похороны Проскурина она пришла вместе со своим сыном. И последняя супруга Ирины Хонда, увидев ее, попросила у покойного мужа поддержки. Я говорю, Виктор, помоги мне, пожалуйста, пусть это будет просто и легко. И делаю очень хорошо. И она села на первый ряд со своим сыном. Ирина Хонда боялась, что прямо во время панихиды начнется очередной скандал со Смуровой, которая претендовала на квартиру, в которой Хонда прожила с актером 12 лет. Это грязная история. Я даже просто не хотел туда влазить, вникать. Вот это нервы себе делает. Недвижимость в центре Москвы досталась Проскурину от родителей. Он так хотел, чтобы у него был крепкий семейный дом. Любил цитировать стихи Арсения Тарковского. «Живите в доме, и не рухнет дом». Он говорит, ну, в общем, эта квартира не моя. Вот. Я ее подарил там давно. Там сложная история. Как оказалось, будучи в четвертом браке, он отписал недвижимость тогдашней супруге Ирине Смуровой. Дело было перед сложной операцией. Проскурин был пьян. Он и на нее переписал квартиру-то. И они практически тут же и развелись. То есть квартира должна была достаться, как думал Проскурин Смуровой, после его кончины. Но он выжил. И, вернувшись буквально с того света, был уверен, что она отдаст ему жилье назад. Он мне говорил так, она отдаст совести. Она отдаст. Но Смуровой переписала недвижимость на своего сына. И считала, что все справедливо и законно. Актер попытался вернуть право собственности через суд, но проиграл. Пока он был жив, Смурова не заявляла права на подаренную ей квартиру. Но на десятый день после смерти актера потребовала от последней жены в течение трех дней освободить принадлежащую ей жилплощадь. Была она, был ее юрист. Они что-то мне тыкали какие-то в лицо какие-то бумажки. Они что-то там на меня наезжали. Они говорили, что я... Они вырезали дверь перфоратором. Дверь вырезали. Кто-то говорил, что квартира стоимостью в 30 с лишним миллионов должна была достаться дочери актера. Другие считали, что Смурова должна была поделить ее с дочерью и последней женой. Но хозяйка жилья слушать никого не хотела. Ну, вообще ужасно другое, что... Знаете, это еще не остыла земля, а уже надо... Это отвратительно. Первая жена Ольга Гаврилюк на прощании с Проскуренным держалась в тени и не хотела привлекать к себе внимание. Она вела себя очень, видно, скромно, хотя была я там дочка ее, и мы поздоровались, поговорили. Они поженились на четвертом курсе Щукинского училища. Ольга была веселой девушкой, которая тоже мечтала о славе и аплодисментах. В это время Проскурен получил свою первую звездную роль в Большой перемене. Я люблю тебя, Люся! Прощай скорее, не то схвачу воспаление легких, Люся! Виктор вырос в бараке на окраине столицы. Мама была рабочей на цементном заводе, отец строил московскую кольцевую автодорогу. Ты за себя отвечай! Ты, Валерий Петрович Куненко, ты такая же скотина, как они! Такая же мразь! Проскурен был человеком резким и часто распускал кулаки. Проблема родом из детства. Он жил на окраине Москвы. Среда была жестокой и жесткой. Воспитывался улицей силой характера, да, там, стенка на стенку, вот это все. После военного детства. Судьбу Проскурин решил случай. В драмкружок, где занимался Виктор, заглянула ассистент режиссера киностудии Горького. И темпераментный школьник попал в картину Орлята Чапая. Виктор Леонидович! Готово, Березка! Ну как? Виктор решил стать актером. Перешел в школу рабочей молодежи. По вечерам учился, а днем работал на фабрике, делал резиновые сапоги и калоши. И зарабатывал огромные деньги, 450 рублей в месяц. Его мать жила в страхе. Вдруг сын ворует и связался с бандитами, а он упорно готовился поступать в театральный. И был уверен в успехе. Он уже знал. Он был в этом абсолютно уверен. В нем есть какая-то такая вот крепость, определенность и цельность. Но на приемном экзамене в ГИТИС Проскурин посчитал, что член комиссии ведет себя неуважительно по отношению к абитуриентам. Ну что это такое? Он читает стих, а она наклонилась завязать шнурки под столом. Он тоже наклонился и продолжил выступление, заглядывая ей в глаза. И наглого парня выставили за дверь. А в училище имени Щепкина Проскурина посчитали слишком невзрачным, невысокий, рыжеватый, узкие глаза. Ему сказали, а что вы будете делать со своими глазами? С таким лицом вам в актера путь закрыт. На следующий год Проскурин с трудом, но все же протиснулся в щеку. Попал в дополнительный набор. Несмотря на то, что сделал в диктанте 64 ошибки. Компания у них в щуке подобралась яркая и крепко пьющая. Проскурин даже попал однажды в вытрезвитель. И с той поры алкоголь стал верным спутником жизни. А круг был такой. Ну, Саша был. Видите, я приходил. Толя Солоницын был еще. Всегда было весело, всегда было задорно. Ну, и, в общем, радостно. По окончании училища Проскурина пригласил на таганку сам Юрий Любимов. Вот только за несколько месяцев режиссер не дал ему шанс хотя бы один раз выйти на сцену. Там блистали Золотухин, Смехов, Высоцкий. И они устроили новичку настоящую дедовщину. Как бы принеси, подай. Вот такое. Тогда же еще он говорит, запьем, Высоцкий постановый, запьем, посылал. Когда жена Проскурина сообщила, что ждет ребенка, оба испугались. Надо делать карьеру. Они до последнего момента не могли решить, оставить ребенка или прервать беременность. Похожий момент есть в фильме «Однажды 20 лет спустя». Не будет, Маш, не знаю. Ну что? Не будет. Ну как ты не подожди? Хирург ему сказал, что Витек, молодая женщина, давай-ка все-таки дочка, давай ей, собственно, это. И он сказал, все. Он забрал жену, так скажем, со стола, да, и Саша родилась. Но возиться с пеленками молодому отцу было некогда. Его пригласил в свой театр Марк Захаров. Театр должен нести главную тему, как мы это понимаем, тему, проблему становления личности молодого советского человека. Это замечательный актер. Это была эпоха театра Ленком, расцвета. Это когда ломали двери. Ночью стояли люди за билетами, чтобы увидеть Виктора, Олега Янковского, Саши Абдулова, Колю Караченцева. Москва, 4 июля 2020 года. Красивый гроб казался слишком большим для истерзанного болезнями Виктора Проскурина. Перед смертью актер весил всего 42 килограмма. Многие говорили о том, что Проскурин сыграл далеко не все, что мог и хотел. Если бы он поправился, если бы у него были силы. Обычно говорят, Гаммута, Королевирующих. И Витя вдруг сказал, Ленина и Сталина. Проскурин сыграл в Ленкоме яркие роли в легендарных спектаклях. В 30 лет получил звание заслуженного артиста. Спектакль «Парень из нашего города» Захаров поставил на него. Здесь Проскурин играет главную роль, а Янковский – второстепенную. Суворов к 30 годам даже полковником не был. Но это не важно. Он не был. А я буду. Ты? Ты будешь. И неожиданно Виктор увлекся своей партнершей по сцене Татьяной Дербеневой. Она в это время разводилась со своим первым мужем. Проскурин увидел ее заплаканную в коридоре Ленкома. Слушай, а выходи за меня замуж. Он так резко. Я говорю, чего? А я вообще замуж не выйду. Выйдешь. Я тебя, знаешь, как люблю-то. Как любишь ты? Что хочешь, могу для тебя сделать. Даже глупость какую-нибудь. Вот, например. Проскурин не давал прохода Татьяне. Заваливал цветами. Она вышла из депрессии и становилась с каждым днем все счастливее. Я не начинала спектакль без цветов на моем гримурном столике. И, в общем, мне как-то было очень лестно, потому что, видите, действительно, актер очень талантливый, человек очень талантливый. И он так ярко ухаживал. Но для Ольги Гаврилюк уход мужа к Дербеневой стал страшным ударом. Она осталась с маленькой дочкой, которой еще не было и года, но все-таки смогла простить предавшего их Проскурина. Она всегда о нем говорила хорошо, всегда. Никогда его ни в чем не обвиняла. Весной 78-го года Проскурин снимался в фильме «Время выбрало нас». Из детдомовских я. А сам ты откуда будешь? С Алтая. Об этой роли мечтал актер Станислав Жданько. И он считал, что Проскурин с ней не справляется. Хотя два актера дружили, и Проскурин очень тепло относился к Станиславу. Он Стасика очень любил. Витя же все было чрезмерно. Он любил чрезмерно. Не любил чрезмерно. Это свойство его характера. Москва, 13 апреля 1978 года. Жданько и Проскурин собрались в тот вечер выпить вина. На стол накрыла Валентина Малявина, с которой тогда жил Станислав. Малявина была звездой. Ее прославил фильм «Иваново детство». А у нас в переделке не писатели жили. Мы однажды с девчонками Алексея Толстого видели, Чуковского корнея. Длинный такой, седой. Актриса закрутила роман с режиссером картины Андреем Тарковским. Очаровала Александра Збруева и Александра Кайдановского. Жданько был малоизвестен. До этих звезд ему было далеко. Роли в театре у него были второстепенные. В кино блеснуть не получалось. Он был очень чисто любив. И у него просто, насколько я понимаю, была такая нормальная в медицинском смысле слова депрессия. Роман с Малявиной был мучением. Они часто ссорились. Актриса была на 14 лет старше и жила как на сцене. Она не могла вот просто так выпить. Она говорила, давай мы разрежем вены, накапаем крови в вино, выпьем, и мы будем, как бы еще, помимо того, что мы любовники, будем еще и, как бы, кровные родственники. Жданько даже спасался от ее выходок в семье Проскурина, когда его жизнь с экзальтированной красоткой становилась невыносима. Были какие-то конфликты, он у нас прятался. Вот такое было ощущение, что он забегал прятаться. Как рассказывала потом Малявина, Жданько хотел их с Проскуриным просто напугать. Мол, нож у сердца был эффектным театральным жестом. Такое уже было много раз. И Жданько в тот вечер погиб. Ему было всего 24 года. Открытая рана, кровь течет, майка вся кровавая. Нож кровавый лежит слева. Малявина говорила, что Жданько сам пырнул себя ножом в самое сердце. Виктор Проскурин уже ушел, а она была на кухне. Актриса вызвала скорую, но сказала неточный адрес. Время было потеряно. Станислав Жданько уже скончался. И когда врачи объявили Малявиной, что Станислав уже мертв, она ударила на их глазах ножом себя. Но то ли нарочно, но мы считаем, что нечаянно, попала в огромную пуговицу, которая у нее была на кофте. Нож сорвался и порезал ей сильно руку. Началось расследование. Допросы друзей Малявиной и Жданько. Подозреваемым стал и Виктор Проскурин. Мы говорили самые разные версии. И что тот мог убить, и тот мог убить, и та могла убить. Вторая жена Проскурина Татьяна Дербенева говорит, что Виктор был дома, когда ему позвонили и рассказали о смерти друга. Точно нам сообщили, что Стас погиб. Малявину вначале вытащила из тюрьмы подруга Галина Брежнева. Но через 4 года актрису все же признали убийцей и дали 9 лет. Проскурин замкнулся и никогда ни с кем не обсуждал эту драму. Состояние, я помню, что оно было таким совершенно опрокинутым. Потому что когда человек, когда его раз и нет, раз и нет человека. Тайну, что же на самом деле случилось 13 апреля 78-го года, Виктор Проскурин унес с собой в могилу. Нет, ну, Витя тут совершенно ни при чем. Ужасная, ужасная история. И Витя очень тяжело пережил, я знаю. С Татьяной Дербеневой он прожил только 3 года. Он любил ее, но счастливой сделать не смог. Потому что алкоголь значил для него гораздо больше. А пьяным он слетал с катушек, и рядом находиться было просто опасно. Появления были очень разные, поэтому я очень боялась за свою жизнь. У Татьяны подрастал сын от первого брака. У Проскурина была от первого брака дочка. Отношения у детей не сложились. Взрослые оказались бессильны. Он просто, мой сын, очень ревновал. Знаете, дети обычно это ревнивые. Но все-таки главной проблемой было пьянство Проскурина. Татьяна устала от вечной борьбы за жизнь актера. Однажды ему было настолько отводки плохо, что пришлось вызвать скорую. И его увезли в институт Склифосовского. Как оказалось, туда же доставили в тот день и Владимира Высоцкого. Знаете, с кем я сидела там в ожидании? Мариной Влади. Причем вышла какая-то дама и сказала, ну вот, один артист в порядке, сейчас второго. И мне было так как-то больно, и ей передо мной неловко, что все-таки я ее знаю, она очень известная женщина. Ваши дела. Вам с Ларисой в Париж ехать. Но я тоже не в убытке. Расходов меньше. В жестоком романсе Проскурин блистал наравне с Михалковым, Мехковым и Петренко. Но на съемках без конца скандалил с Эльдаром Рязановым. Рязанов все давал на откуп актерам. А Виктор хотел детального обсуждения процесса с режиссером. Он его просто достал, понимаете, вот этими вопросами, желаниями, своими предложениями. Больше в свои фильмы Проскурина Рязанов не звал. Да и другие режиссеры зарекались брать его в свою следующую картину. На прощание о характере актера говорили много. Это был необычный человек, который часто становился эпицентром конфликта. У него просто была очень острая реакция на фальши. Вообще, на любую фальши. И на человеческую фальши, и на актерскую, конечно. Которой жизни много. Добрый, честный, открытый, прямой, замечательный человек. Но актриса Вера Глаголева вряд ли бы согласилась с этим. Ее еле уговорили не бросать съемки в фильме «Выйти замуж за капитана». Вера считала, что Проскурин спровоцировал ситуацию, когда ей пришлось показаться в кадре с обнаженной грудью. Зрители потом валом валили на этот фильм, чтобы увидеть эту обнаженку. Лен, здесь мелко, вы встаньте. Мед вам несет. Встаньте, встаньте, мелко. Виноват. Но самый большой скандал случился у Проскурина с Марком Захаровым в его любимом ленкоме. Несмотря на то, что актер там получил замечательные роли. В кино Проскурин сыграл немало людей, которые любят выпить. Господи, ну что же мы делаем? И в жизни актера трезвые дни были огромной редкостью. И на волне успеха в ленкоме Проскурин позволял себе недопустимые вещи. Приходил на спектакль пьяным. Марк Анатольевич предупредил и сказал, что я не потерплю ни одного актера, который может выйти пьяный на сцену, несмотря на его талант и так далее. Захаров не церемонился с артистами, которые не могли держать дисциплину. Его выводил из себя даже легкий запах алкоголя. И однажды при всех Марк Анатольевич сказал обидные слова в адрес Виктора Алексеевича. И он в коридоре сказал Захарову некие слова. После 17 лет сотрудничества Проскурин был с треском уволен из труппы. Он впервые в жизни попытался пойти на попятную, но было поздно. Если бы он еще продолжал все-таки работать с Захаровым, я думаю, он бы играл хорошие и большие роли. Прощались с Проскурином в зале Щукинского училища. Но мечты актера о последнем дне были другими. Он хотел, чтобы если он уйдет из жизни, прощание было там в линкоме. Увольнение из театра стало для актера потрясением. И алкоголя в его жизни стало гораздо больше. По-другому с депрессией он справиться не мог. Появилась какая-то наклонность, по которой все это начало сползать. Третью жену Светлану Проскурину актер встретил в Ленинграде на кинопробах. И начал метаться между двумя столицами. Я подумала, господи, таких тут нет. Такие только в Москве. Нас познакомили. Мы выпили кофе и больше не расставались. Светлана сняла Проскуриня документальный фильм «Признание в любви». Это был сильный творческий тандем, давший толчок карьере обоих. Светлана восхищалась им и как женщина, и как режиссер. Ему нужен был тот человек, который увидит в нем вот этот уникальный дар. Его исключительность. Он очень гордился этой женой. Очень гордился этим браком. Он очень был счастлив и горд в тот период. В 95-м году Виктор ехал с женой Светланой по скользкой дороге. Был страшный гололед. Актер решил нарушить правила, развернулся на светофоре. И в него врезался другой автомобиль. Виктора выбросило из машины. Он получил тяжелые травмы. Была разорвана печень, перебита артерия в ноге. И после этого из мощного, сильного, крутого, борзого Проскурина вся театральная и киношная Москва через какое-то время увидела постаревшего, горбатого дедушку с палочкой. Проскурин несколько месяцев не работал и с бутылкой уже не расставался. А потом врачи обнаружили у него злокачественную опухоль. Но он даже не рассказал об этом жене Светлане, решил ее поберечь. И вдруг вообще ушел к другой женщине, костюмеру Ирине Смуровой. Смурова оставила Проскурина без квартиры и из жизни его испарилась. Проскурин больше не хотел ставить печать в паспорте и снова погрузился в депрессию. Но, встретив случайно на одном из мероприятий художницу и продюсера Ирину Хонду, вернулся к жизни. Он сразу возбудился. А вы куда? А вы что? А что случилось? Он сразу какой-то стал такой игривый, молодой. Ирина была моложе его на 19 лет. У Проскурина появились новые проекты, предложения о съемках и участии в фестивалях. Собственно говоря, то, что он дожил до этих лет хотя бы, он погиб бы гораздо раньше, я думаю, один. Благодаря Ире, я думаю, она ему лет на 10 продлила жизнь. Сто процентов. О том, что Проскурин перенес рак, Ирина Хонда узнала из телепередачи. Он никогда не говорил об этом. Считал, что все самое страшное уже позади. Ну да, говорит, был. Я говорю, Вить, а ты что, я не поняла, ты мне что, не доверяешь? Он меня так вот обнял, говорит, Хондачка, я, говорит, тебя, я тебе не доверяю, я тебя берегу. Это разные вещи. Внешность Проскурина была печальной. Он очень похудел. После нескольких курсов химиотерапии Виктор был лысым и изможденным. Борьба за жизнь была долгой и больно бьющей по психике. Болел он очень тяжело. Он похудел вообще, потерял лицо все такое, у него все упало и так далее, и так далее. Увидев его известный скульптор, Потоцкий подумал, Проскурина уже не помочь. Этот человек стоит на краю бездны. И все-таки предложил ему попозировать. Есть легенда, что если я вылепил портрет, то ты станешь здоровым. Когда портрет был окончен, мы его отлили из бронзы. У Виктора действительно все поменялось. Портреты со здоровьем, со всеми делами. И он говорит, все плохое осталось там. Оно сгорело вовремя отливки в бронзе. Друзья регулярно клали Виктора в больницу на профилактику. Состояние его организма было под контролем врачей. Его там прокалывали, прокапывали. И все, и он вылетал оттуда морогушком. Все, и три, где-то месяца три-четыре, все хорошо. Вот только актер стремительно терял вес. У него началась анорексия. Мне сказали, кормите его, побольше белок нужно. И мы даже купили у спортсменов вот эти спортивные белок, да, у нас дома стоял на кухне. Вот это бак, значит, я не знаю, как это называется, эта штука, он ложками ее ел. Ирина придумала Виктору новый имидж. Она получила образование в Америке, жила в Японии. Это был совсем другой проскурин. Постаревший, с исхудавшим лицом, но с новым стилем. Такой стильный, в каком-то таком фраке, в пиджаке черном, вот эта тюбетеечка такая вышитая, такая восточная. Актер почти перестал выпивать, но от курения отказаться не мог. Он постоянно курил вот эти вот крепкие какие-то сигареты, там русская охота, какие-то такие-то ядреные. Диалоги там, если о чем-то думал, размышлял, там мог фактически одну за одну. И у него началась тяжелая болезнь легких. В них постоянно скапливался гной, легкие сжимались, как шагреневая кожа. Актеры мучили одышкой и кашель. Он себя мало жалел. Он как-то безжалостно абсолютно относился к себе. Таким людям очень трудно работать. Очень трудно работать. Это даже несовместимо с его профессией. Если этот артист через силу, через немогу выступал, то это, в общем, такой героический, титанический труд был. Уйти из площадки и со сцены он не мог. Работа была для него смыслом жизни. Он говорил режиссерам, при мне, по телефону звонил. И говорил одну и ту же фразу. Ребята, у вас еще есть лет пять. Бери, я хороший материал, используйте меня быстрее. У вас еще и лет пять, или там лет семь он что-то говорил. Москва, 4 июля 2020 года. Прощание с Виктором Проскуриным было очень теплым и искренним. Собрались только те, кто действительно любил и уважал актера. Кто-то целовал, кто-то просто рукой держал, кто-то просто стоял в отдалении, на расстоянии руки, о чем-то своем думал или шептал, или говорил. Он не был уже актером какого-либо театра. Поэтому у гроба не было официальных лиц и речей. В 2012 году художественным руководителем театра Ермоловой стал Олег Меньшиков. И из театра сразу ушли по собственному желанию Татьяна Догилева и Виктор Проскурин. Они много лет получали небольшую зарплату, но на сцену не выходили. Оставаться на тех же условиях было невозможно. Они прекрасные речащие актеры, поэтому я считаю, конечно, для них это был просто удар. Потому что у каждого актера театр – это второй дом. Проскурин преподавал в институте радио и телевидения. Считал студентов своими детьми, но потерял и эту работу. Причина увольнения – его очень много. Он мешает нашему ритму. Проскурин впервые оказался в ситуации, когда не мог заработать денег. В эпоху застоя он хранил деньги в чемодане под кроватью. Был звездой и человеком, у которого никогда не было проблем с финансами. Я говорю, а на что ты живешь? Какая зарплата? Пенсия? Инвалидность? И после шести лет трезвой жизни Проскурин снова стал пить. И началась деградация, остановить которую уже было невозможно. Витя вот эти шесть лет – красавец, сильный, мощный, дядька. И вдруг вот это… И он мне пишет на салфетке «Хонда, прости, я умираю». Ирина Хонда снова начала борьбу за жизнь мужа. Но остановить его не сумела. После того, как он поднял на нее руку, она уехала на четыре месяца к матери в Питер. Но супруги не развелись. Ирине было очень жаль Проскурина. Великое счастье – жить рядом с таким человеком. Даже если он и больной, даже если он и пьющий, даже он настоящий. Понимаете, вот жить с настоящим. Но в начале 2020-го супруги все же расстались официально. Ирина Хонда называла этот развод техническим и утверждала, что это было нужно, чтобы было легче получить вид на жительство в Испании, где они с Виктором собирались купить домик у моря. Мы же хотели школу Проскурина в Испании сделать, актерскую школу. В траурные дни Ирина Хонда не раз повторяла, что непременно бы вышла замуж за Виктора снова. Они были неразлучны. И снова поставили бы штампы в паспорте. Но не успели. Если бы не смерть Виктора Алексеевича, никто бы не знал вообще про то, что мы развелись. И, может быть, свадьбу мы сделали бы такую, что, блин, вся Россия бы гремела, да? Но некоторые друзья Проскурина в формальный развод пары не верят. И считают, что старый спившийся актер попросту стал жене не нужен. Больной актер обратился за помощью в профсоюз работников театра и кино. Ему был нужен портативный легочный концентратор. Таким пользовался в последние годы жизни страдающий той же болезнью Олег Ефремов. Я, говорит, не могу, не потяну. Он не дешевый, если, так скажем, сможете там помочь, я, говорит, не откажусь. Это не лечебный аппарат. Это палеотивная помощь, которая направлена на то, чтобы облегчить жизнь пациенту. Ну, скажем так, это такая последняя мера, чтобы продлить жизнь человека. Но собрать деньги на дорогой прибор коллегам не удалось. И перед съемками в кино и на телевидении Проскурин был вынужден пользоваться обычным ингалятором для астматиков. Видимо, ему стало плохо. Он достал какой-то аппарат для легких. Вот, знаете, когда при астме начинает срочно себе что-то набрызгал и так огляделся, не видит ли кто. Москва, 8 февраля 2020 года. В последний день рождения Проскурина друзья пришли к нему с подарками и очень хотели его поздравить. Но актер был настолько пьян, что даже не понял, кто и зачем его беспокоит. Он даже не вышел, он даже с дивана не смог встать. Промычал что-то. Он же понимал, что он же старенький, больной, и что вот так вот поступает с ним. То, что вот его как бы отворачиваются, от него не помогают, а просто, по сути, предают и бросают. На прощании Ирина все время думала о том, что нельзя было оставлять Проскурина одного в Москве. На Россию обрушился ковид. У врачей и пациентов сначала была просто паника. Тогда вообще про все диагнозы забыли. Кроме ковида не было ни инсульта, ни инфаркта, ни рака, ничего не было. Вот только ковид. У всех, у кого коленка болит, ковид. У кого по носу, у того кали, ковид. Все списывали на ковид. Ирина жила в Петербурге. Проскурин пил один в Москве. И однажды она не смогла до него дозвониться. Друзьям позвонила его. Я говорю, слушайте, Вить куда-то делся, трубку не поднимает. Вот. И вот мы начали все хором его искать. Как оказалось, ночью у Виктора случился приступ. Ломила в груди, поднялась температура. А помочь ему было некому. Актер был один. Он сам вызвал скорую, пол первого, да, задыхался. Задыхался. А они там еще разбираться стали. Раз, ковид. А ковид как раз идет. Все, и в ковидную больницу. Проскурин оказался в красной зоне инфекционной больницы. Попал в реанимацию. Его ввели в искусственную кому, чтобы не было так тяжело и больно. Я удивился, что он был в больнице, а он почему-то в Питере там. По словам Ирины, она хотела срочно вернуться в Москву и даже пойти работать в больницу. Хоть нянечкой, хоть санитаркой. Но врачи отказали. Военное положение, красная зона, закрытый госпиталь. Как вы себе это представляете? В больнице Проскурин провел 40 дней. Ему стало лучше. Актера собирались выписывать. Казалось, ковид отступил. И можно восстановиться. Я думал, ну как обычно, уже не первый раз по летний год, уложился, подлечится, выйдет, все. Но неожиданно Проскурин снова оказался в реанимации. Врач, которого он называл Евгеньевич, разрешил позвонить жене. Видимо, у него был инсульт. Единственное, что я успела ему крикнуть, ведь я тебя люблю. И потом, слушай, опять доктор говорит, Ирина, все, как бы все. Москва, 4 июля 2020 года. У гроба висела медаль Юрия Гагарина. Лично получить ее Проскурин не смог из-за пандемии. Через что? Проскурин. Проскурин сыграл отца Гагарина. Его герой никак не может поверить, что это его Юрка стал первым человеком в мире, облетевшим землю. Молодой Алексеев, подождите. О чем? Алексеев, ну куда же ты, Иваныч? Замечательная работа, просто замечательная совершенно. Я посмотрела специально этот фильм. Виктора Проскурина отпевали в церкви Николая Чудотворца в Троекурове. Когда-то он просил кремировать себя, но в последние годы жизни пришел к Богу и передумал. Он фактически жил с молитвами. То есть он писал молитвы от руки. Гроб на кладбище опускали под аплодисменты. Возле могилы стояли жены. В скорбный час обошлось без скандала. На глазах друзей были искренние слезы. Он был человеком светлым очень. И светлость, и прямолинейность, оно, наверное, вот то самое сочетание, без которого невозможно в этой жизни. Прошло 4 года. А на могиле до сих пор лишь деревянный крест. Олег Протасов за свои деньги обнес могилку оградой. Друзья Проскурина готовы сами поставить памятник. Есть 4 проекта. Все, что требуется от Саши, от дочки Алексеевича, это вот макнуть головой на какой-нибудь из 4. Макнуть и подписать. Все. Ни копейки денег с нее никто не требует. Но дочь Саша твердит, что сделает все сама. И время поставить памятник. Еще просто не пришло. И посетители кладбища видят этот запущенный погост и огорчаются. Ведь Проскурин был знаменитым актером. Я говорю, а когда оно придет время? Когда поумирают все вокруг что-то мы? Или как? Когда оно придет? Ну нельзя так делать. Нельзя. До сих пор нет памяти.